Приветствую вас, ответ на вопрос на ваш будет напрямую зависеть от того, чего вы хотите, то есть на что направлены будут ваши усилия, ваши ресурсы, чего вы хотите от психологов, собственно говоря, да, то есть если найти компромисс, как вы говорите, если вы хотите найти компромисс, то компромисс кого с кем? Вот компромисс с мужем, это одно, здесь я полагаю, если вот так, если по науке все делать, да, то приглашаетесь вы, приглашается ваш муж, обозначается проблема, вот, ну, ваша проблема, да, которую вы видите, вот, выслушивается точка зрения ваша, точка зрения мужа по этой проблеме, что вы думаете, что он думает, как вы к нему относитесь, да, как он к вам относится, вот, и анализируется, в чем здесь, собственно, проблема, то есть ребенок, да, это не проблема сама по себе, потому что на месте ребенка это мог быть кто угодно, что угодно, вот это могла быть работа, это могло быть какое-то увлечение, хобби, это могли быть друзья, это могла быть даже свекровь, например, например, которую бы вы тоже ревновали. Вопрос в том, на что вы направлены при решении вот этой проблемы, проблемы ревности, то есть если вы, например, говорите, что я ревную мужа, потому что муж меня не слышит, да, не слушает, я, например, чувствую, что он ко мне, например, невнимателен, да, ну, вообще просто вот, недостаточно внимателен, или там я чувствую, что я не могу ему что-то рассказать, чем-то поделиться не могу, да, да, вот, вот эта вся история такая, вот такая история возникает. Вот здесь, конечно, да, ревность к ребенку, она обусловлена, потому что муж вас не слышит, муж вам не дает того, чего вы, грубо говоря, хотите, и естественно, естественно, что вам будет неприятно, и естественно, что вы хотите это как-то изменить, естественно, что вы ревнуете, потому что ревность это механизм защиты, вот как-то так, да, я хочу быть с мужем, я хочу быть с ребенком, да, с нашим ребенком, ну, с вашим ребенком уже с мужем, вот, а я в нем не уверен, я в нем не уверен, и как бы муж ко мне не прислушивается, да, вот, это проблема, эта проблема решается в ходе, как бы, совместной работы вашей, вас обоих, если вы хотите найти компромисс именно такого рода. Если вы хотите найти компромисс другого рода, то есть, например, если мужчина не желает работать вместе с вами с психологом, да, и вы сами, то тут, соответственно, момент какой? что вы же своего мужа знаете, и вы же знаете его историю, ну, примерно, вот, вы знаете его характер, наверное, вы знаете его особенности индивидуальные и так далее. И я уверен, что вы в курсе того, почему муж так много внимания уделяет ребенку. То есть, что это? Это чувство вины перед ребенком, или, может быть, что-то еще, какая-то, может быть, проекция, может быть, у него была похожая история, что его родители разошлись, и он не хочет, чтобы ребенок повторил, как бы, его путь, да. Это такие банальные примеры, примитивные достаточно, но тем не менее, тем не менее. Это нужно раскрыть, его мотивацию нужно раскрыть путем разговоров, путем доверительного общения, да, чтобы вы поняли, что ребенок это средство, чтобы вы поняли, что ребенок это объект, это не причина сама по себе, ну, вот, в данном разрезе, как это вижу я пока. И, соответственно, вы это увидите, вы поможете путем попадания в важную часть психики вашего мужа, вы поможете ему понять, в чем его проблема, и поможете эту проблему хотя бы увидеть, хотя бы увидеть эту проблему. И если он ее увидит, у него будет спадать мотивация, да, значит, видеться с ребенком, ну, больше, в большей степени. Вот. Я же не знаю, может быть, вот свекровь, которая приводит ребенка, да, может быть, она мужа сама винит, в том числе вот мало времени проводит с ним, вы об этом ничего не говорите. Понимаете? Можно так найти компромисс. Можно найти компромисс через, значит, договор. То есть, как бы, дорогой, вот вы как бы будете говорить своему мужу, да, дорогой, я чувствую, что я у тебя не на первом месте. Я чувствую, что на первом месте у тебя ребенок. Он говорит, почему ты так думаешь? Да, ведь ребенок это ребенок, а ты это ты. Как бы нельзя сравнивать женщину и ребенка, да, жену и ребенка. Вы говорите, да, нельзя. Но я не чувствую, что ты меня слушаешь, я не чувствую, что мы с тобой на одной волне, да, я не чувствую, что ты меня понимаешь, Я не чувствую, что мы достаточно близки с тобой, например, и так далее. И из-за этого я ревнуюсь к ребенку. Не потому что я ревную ребенку вообще, да, а потому что я вижу, что ко мне отношения, вот, когда мы вместе проводим время, оно не такое, не такое, как я, например, себя про себе его представляю, не такое, как мне оно, кажется, должно быть, например. Нет, вот, если вам нужно что-то, и вы об этом своему мужу говорите, о том, что вам что-то нужно, если он вам хочет это дать, он вам это даст, если может. Если не может, вы это примите при наличии любви и доверия к нему. Вот, и будете пытаться достичь этого где-то в другом месте, где-то другими способами. Другими путями, вот. Можно еще более предметно договориться, что ты, дорогой, проводишь время с ребенком там, вот. Ну, я не знаю, сколько, сколько, сколько нужно тебе, да, ну, а, как бы я, соответственно, там, хочу, там, тоже чего-то, чего-то, того-то, 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 того-то. Если, например, вы просто хотите, чтобы он был с вами все время, муж, это другое. И, это, конечно, довольно серьезная проблема, что вы хотите, чтобы муж был все время с вами. Вот. Но это нужно выяснять, так ли это на самом деле. То есть, именно в этом ли проблема? Знаете? То есть, это вот, если вы действительно хотите найти компромисс. То есть, компромисс, как средство дипломатической деятельности по отношению к другим людям. Но, если вы понимаете, что ревность, это проблема ваша, по большому счету, если вы понимаете, что ревность, она ненормальна, здесь, то разбираться нужно не с компромиссом, и не с мужем, и не с его свекровью. Ну, отчасти. Понятно, что корректировать поведение и отношения с ними, безусловно, нужно. Но корень, корень, причина не в этом. А причина в вас. Ну, здесь ситуация осложняется тем, что вы беременны. Жаль, что... Жаль, что вы не сказали, на каком месяце беременны. Потому что ваша беременность, она создает препятствия на пути к пониманию того, что, например, я хочу до вас донести, что, например, каждый из коллег хотят до вас донести, каждый из коллег, да? А если беременная женщина, более эмоционально, более нестабильно, у нее перепады настроения, ну и так далее. И вот я не знаю, имеет ли смысл вам сейчас предлагать какую-то терапию, имеет ли вам сейчас смысл индивидуальную работу проводить при вашей беременности или нет? Если вы эмоционально стабильны, и ревность была еще до того, как вы забеременели, потому что из вашего текста не очень понятна хронология. То есть, да, я могу предположить, что вы это знали и ревновали до беременности, но предположение это все же совсем не то. что, ну, что совсем не то-то самое, чем являются факты, поэтому было бы лучше, если бы вы это уточнили. Ну давайте исходить будем из того, что все-таки вы знали о своей ревности, до беременности. Так, по крайней мере, вытекает от вашего текста. Вот, потому что если ревность появилась на фоне беременности, то это 100% дело беременности, и здесь нужно просто ребенка вырастить, да, ну, можно успокоительные принимать, но тут ничего не поделать, потому что беременность у разных женщин выращается по-разному, в том числе и в ревности. Значит, смотрите, если у вас эта ревность началась до беременности, то первое, что нужно сделать, опять же, при вашем желании работать именно с собой, да, то есть при понимании, что это проблема в вас. Реальность к ребенку-музе, пишите вы. Первый вопрос. Почему вы позволяете себе хотя бы просто с моральной точки зрения с позиции, так скажем, ну, больше, наверное, социальной, да, конкурировать с ребенком? Просто вообще. Как вы можете, как вы, женщина, можете конкурировать с ребенком? Это первое. Второе. Ревность – это всегда угроза. Угроза в чем? В чем лично вам угроза? В том, что муж бросает все дела поездки, ради поездки к ребенку? Хорошо. Пусть так. Как это лично задевает вас? Как лично это задевает вас? Он же не ради другой женщины, не ради своей жены, точнее, не жены даже, не ради матери ребенка бросает дела, а ради ребенка. То есть это как бы разные каналы, разные как бы сферы коммуникации. Грубо говоря, вы отношения, у вас отношения с мужем – это взрослый-взрослый, а у него с ребенком – это родитель и ребенок. Почему вы отношения родителей к ребенку принимаете, точнее, не так, почему вы отношения ребенок к родителям позволяете влиять на ваши отношения взрослые-взрослые? Может быть, вы сами хотите быть ребенком для своего мужа? То есть вы хотите избежать ответственности, хотите быть всегда в центре внимания, хотите, чтобы вы были единственными? Но тогда вы можете оказаться перед риском ревновать и своего ребенка тоже, потому что внимание мужа будет приковано и к нему. Почему вы проецируете на ваши отношения с мужем отношения его с ребенком? Какого рода эта проекция, то есть перенос, то есть что вы для себя видите в этом? Вот он бросает все дела ради ребенка, как вы это воспринимаете? Вы говорите, что он недостаточно, а для меня он делает меньше. Правильно, для вас он делает меньше, но меньше он делает как? Скорее в количественном плане, наверное, чем в качественном. И почему вас это задевает? Ну хорошо, для вас он делает меньше, допустим. Хотя это еще не факт, что делает меньше. Вполне вероятно, что вас что-то задевает в том, как он общается с ребенком. Со своим. Возможно, это взгляды страх перед его матерью. Возможно, это обида на родителей, на ваших родителей. Потому что муж, когда общается с ребенком, да, он же родитель. И вы видите его как родителя в этот момент. Поскольку он близок к вам, то вы видите близкого человека, который является родителем. И поскольку ваши родители вызывают у вас обиду, либо какие-то другие чувства неприятные, то вы эти чувства переносите на мужа. И отсюда ревнуетесь. А вот вам хочется, чтобы муж с вами был мужчиной, а не родителем. А родителей вы хотите у него убрать. Тогда, опять же, вы рискуете испытать сложности при взаимодействии уже с вашим ребенком. Хотя, может быть, и не рискуете. Это требует выяснения в любом случае. Понимаете, да? Пока что. Направление, да? То есть, есть перенос. То есть, вот вы видите, как вы выстраиваете отношения со своим мужем. Вот вы видите, как он выстраивает отношения со своим ребенком. Вот вы это все видите, и вам это не нравится. То есть, вы чувствуете, что вам неприятно. В чем? Это ваша реакция. Это ваше восприятие. И это ваше восприятие имеет причины именно в вас. И только в вас. Нигде больше, к сожалению. Понимаете? Поэтому то, как вы на это реагируете, определяется, скорее всего, вашими отношениями с родителями, которые нужно анализировать. И формированными на основании этого представления о себе. Вот чем это определяется, ваша реакция. Представление о себе. То есть, смотрите. Грубо говоря. Грубо. Пока вы были с мужем только, да? Вы как бы думали, я хороший, муж хороший. Теперь получается так, что если муж и ребенок, муж хороший, ребенок хороший, я плоха. Третье появляется лицо. Третье появляется лицо. Я сразу сказал плохой. Вот такой трехсторонней модели. Вопрос. Почему? Почему в двухсторонней модели вы хорошая, а в трехсторонней модели вы плохая? Это значит, что родители ваши или близкие люди или важные для вас люди, что это подобное тоже делали. То есть, каждый по отдельности с вами был хорошим, а когда эти люди объединялись, вы могли быть плохой. Я не знаю, это просто пока такие предположения идут. Но то, что вы чувствуете себя плохой в этом трио, это факт. И то, что у этого есть причины, тоже факт. Я могу ошибаться насчет, ну, как бы интерпретации этого, да? Я могу ошибаться. Надеюсь, на этом может быть все дело здесь не совсем в родителях, а более тонко. То есть, там нет только папа или только мама. И как бы трио во взаимодействии мамы, вас, например, и подруг маминых. Которая к вам обращалась, будучи ребенком, да, довольно негативно. Ну, то есть, когда вы были ребенком, мама обращалась с вами негативно, когда была с подругами. Пронимала вас, например, препятствия, ну, для общения с подругами. Ну, вот. И, соответственно, из-за этого вам неприятно сейчас наблюдать, как муж общается с твоим ребенком, потому что вас говорит обидно на мать. Это просто как пример. Просто, чтобы вы увидели, откуда это идет. Вот. Но не единственная, не единственная причина ревности в данном случае. У ревности очень много причин, и еще одна причина может быть в том, что ребенок для вас угроза вашему счастью, потому что вы в силу неуверенности в себе и в силу сверхмотивации быть с мужем, какой сверхмотивации именно, это нужно разбирать. Но в силу этого вы видите у ребенка угрозу вашему счастью с мужем. Потому что ребенок – это напоминание о женщине. Мужу. Другой. И, соответственно, это напоминание о его связи с другой женщиной. А это означает, что вы не единственная, и это больно бьет по вашему самолюбию. Тут, конечно, неуверенность в себе имеет место быть как в женщине. Вот. И я полагаю, что эта неуверенность в себе как в женщине связана, опять же, либо со страхом одиночества, то есть страх одиночества – это непринятие с себя, заниженная самооценка. Недостаточно четко сформулированный образ женского поведения и недостаточно построенный личный границ. То есть вы пытаетесь с мужем, по всей видимости, слиться, то есть при ревности человек обычно, ну вот, тот, кто ревнует, да, он пытается слиться, значит, со своим объектом любви, он пытается слиться, чтобы испытать полную безопасность. Вот. И, соответственно, у него это не получается, потому что, ну, полное слияние невозможно. Человек сливается по той причине, что у него нет границ, личных границ своих, то есть нет понимания того, где я, а где ты, за что ответственен я, за что ответственен ты. Нет таких понятий. И у человека нет полного принятия себя, да, и нет чувства, что он сам по себе, ну, полностью достоин, полностью полноценен, равнобравен, гармоничен, полон. И человек нужен для того, чтобы восполнять в себе то, чего не хватает. То есть это вот такая сверхмотивация быть с мужем. На сверхмотивацию быть с мужем указывает то, что вы очень быстро развиваете свои отношения. То есть вот год назад вы познакомились, и сейчас вы уже беременны. То есть это довольно стремительное развитие отношений. Вот, если вам больше двадцати пяти лет, ну, в любом случае на самом деле, просто если двадцать два, там, двадцать лет, это обусловлено тем, что люди такие еще достаточно инфантильные могут быть. Вот. Ну, не в негативном смысле этого слова, а скорее в объективном таком смысле слова. Вот. То после, там, двадцати пяти это уже свидетельствует о сверхмотивации, о которой я говорил. Ого. И дальше. Ага, сразу уточню, что ребенку три года. Мой муж не был женат на его матери, а разошлись они два года назад. У меня вопрос. Зачем вы это уточняете? Зачем? Для чего? Я отсюда могу сделать вывод, что, возможно, вы боитесь, что муж так же поступит с вами. Ну, что, так же, вот, вы заберемените, да? Родите ребенка, и муж от вас уйдет. Возможно, поэтому вы так быстро за него вышли замуж. Это, опять же, предположение. Но, как бы, вопросы к мужу тоже есть. Почему он не был женат на матери своего ребенка? Да? Почему он начал ребенка с ней, но не был женат? И вы не можете себе не задавать этот же вопрос. И вы не можете не думать о том, о том, а не повторите ли вы его судьбу, о ее судьбу. И вы, как бы, не можете не думать о том, что муж молит поступить так с вами. И он действительно молит так с вами поступить на самом деле, потому что это молит быть его сценарное поведение. Но тогда никакой брак и никакой ребенок вас не спасет. Опять же, спасет вас только грамотное отношение к себе. Ни в коем случае не допущение потери самостоятельности вам в своей жизни. Вы не говорите, почему ваши отношения быстро развивались. Вы не говорите, почему вы стали жить вместе. Так быстро. Вон. Далее. Поначалу я спокойно воспринимал его общение с ребенком. Раз в неделю он ездил с ним гулять и все. Ну, понимаете как, здесь сыграл роль эффект первого впечатления. То есть вы вступили в отношения с мужчиной, да, когда он общался с ребенком вот так. Раз в неделю. Когда же свекровь стала привозить ребенка к нам домой, кстати, к нам домой, это чей дом диагноз квартира? Что вы говорите, к нам домой. Нет, к нам домой это здорово, но имеет ли мужчина как бы право принимать свекровь с ребенком у вас дома? Вот в чем вопрос. И как вы этот вопрос решаете для себя, тоже важно. Значит, со временем, когда муж стал взаимодействовать с ребенком, Чаще вы могли увидеть в этом снижающееся значение себя для мужа. То есть не то, что ребенок подрастает и муж видит в нем все больше и больше своего сына. А вы обратили это изменение на себя, что это меня муж меньше любит. Что это меня он избегает, что это мною он пренебрегает. Хотя внешне все осталось, я уверен, так как раньше. Я имею в виду в отношениях с вами. Если нет доказательств обратного. То есть тут вот очень важно понимать, да, что если вы видите, что ваши отношения из-за этого стали хуже, то нужно обязательно определить в чем и чья это ответственность. И как вы это воспринимаете? То есть вы это воспринимаете, например, с болью, да, с ревностью, да, это проблема вашего восприятия. Или вы воспринимаете это, например, ну скажем, просто как неприемлемое поведение для себя, допустим. Или неприемлемое поведение вашего мужчины. А если вы воспринимаете это с болью изменения, то значит это проблема вашей неуверенности в себе и всего того, о чем я описал. Что я описал. Дальше. Значит, в этом случае, вот в случае если, ну, все то, что я сказал, правда, то вам необходимо в первую очередь воспринимать то, что происходит не в контексте мужа и его ребенка, а в своем контексте. То есть это проблема только моя. Как бы, говорите вы себе. Это проблема только моего восприятия. Все. Больше вариантов нет. И если вы придете к тому, что это особенность вашего восприятия, то вы, соответственно, сможете понять, почему именно вы так это воспринимаете. Это не будет связано с действиями мужа, с наличием или отсутствием ребенка и так далее. Это будет связано именно с тем, как вы это видите и почему вы видите это именно так. Понимаете? И тогда проблема будет просто-напросто более локальной и ребенок, например, не будет от этого страдать. Опять же, не совсем понятно, для чего свекровь стала привозить ребенка к нам домой и почему именно пока вас нет дома. То есть у меня здесь есть ощущение, что есть еще какие-то подводные камни. То есть свекровь не принимает вас, возможно, напряженные отношения со свекровью и, возможно, некие специфичные отношения мужа со своей мамой. Вот. Ну, это вот так видится мне. Вот. Моя ревность стремительно росла. На почве чего? Знаете, на почве чего? Пыток, но впечатление, что вообще ни за что ответственности здесь не жете. То есть просто моя ревность росла, а почему росла, из-за чего росла, непонятно. Вот. Муж бросает все дела ради поездки к ребенку, для него он готов на все. Я, конечно, понимаю, что это нормально, но мне почему-то обидно, что ради меня он делает меньше. Я уже говорил о том, что это субъективно, но обидно означает ожидание. Ожидание, скорее всего, того, чего муж вам не дает. И весь вопрос в том, откуда эти ожидания, почему они имеют место быть, почему они вас задевают. Это говорит о том, насколько вы своего мужа любите, ведь если вы его любите, вы принимаете что угодно, что он вам дает. Ну, если вы его любите. Конечно, если это вам не вредит. В данном случае, на мой взгляд, вам никакого вреда нет. Вы как бы конкурируете, вы соревнуетесь с вопросом, что заставляет вас это делать. Но, еще раз, обидно. В чем? Ожидание чего? Какие желания стоят за этими ожиданиями? И почему вы считаете, что эти ожидания должны оправдывать муж? И что вы будете делать, если он их оправдывать не будет? Вы будете терпеть или возьмете дело в свои руки? Это вот то, над чем вам стоит подумать. Дальше. Сейчас, на данный момент, я беременна. С беременностью тоже не все так понятно. Если вы беременны, знали беременны до того, как узнали, почувствовали ревность. Да? Ну, тут все понятно. Я об этом говорил. Если вы стали беременны, зная о том, что у вас ревность, тут непонятно. Зачем? Зачем вы забеременны? Ну, вы не говорите ничего о том, запланирован ли это ребенок, улучшаем ли это ребенок и так далее. Но. Зачем? При наличии ревности. А ревность это недоверие, как минимум. А недоверие ручит атмосферу в семье. Зачем вы забеременны? Как вы относитесь к беременности? Дальше. Наша жизнь не отправляет моя ревность. Ищите вы. И тут же говорите, что муж меня не понимает. Но если ваша жизнь не отправляет ваша ревность, то муж же не должен вас понимать, ибо это ваша ревность. Ревность, по своей сути, она мистическая. Это очень мистифицированное чувство. Это страх. И поэтому с этим страхом живете только вы. Муж не может этого понять, потому что его рациональное представление не способно увидеть природу вашего страха. Особенно если вы сами природу эту также не видите. Поэтому, опять же, вопрос. Должен ли вас понимать ваш муж в этом? И в чем он должен понять вас? В том, что он не должен видеться с ребенком? Или должен видеться с ним меньше? В какой стати? В какой стати? Я не могу с этим справиться одна. А как вы можете с этим справиться? Не одна. А как другой человек вам поможет? Ага. Ирина, вам нужно понять сейчас важную вещь. Что справиться в этой ситуации вам в любом случае придется одной. Может быть с поддержкой. Может быть с помощью психологов. Но одной. Это ваша проблема. Это ваша ситуация. И ответ на то, почему вы испытываете резность, лежит также в вас. И если вы настроены этот ответ найти, вы его найдете. И найдя его, вы сможете подкорректировать свое поведение так, чтобы ревности больше не было. Либо это будет такая корректировка представления о себе, об окружающем мире и о семье. В частности о мужах, в частности о себе с мужем и так далее. Либо это будет корректировка детско-родительских отношений, детско-родительских обид и детских страхов. Потому что ревность – это всегда потребность в любви. Это означает, что вы испытываете недостаток любви. Это значит, что вы, ревнуя, ведете себя как ребенок, который недополучил любви. А это значит, что в мужа в этот момент вы видите не мужа, не взрослого, не партнера, а родителя. А это значит, что вы ведете спор не с ним, а с родителем, со своими родителями. Вот и вопрос. С кем именно? По поводу чего вы ведете спор? И понимаете ли вы, что это действительно так? Скорее всего, нет. Иначе бы вы не ждали от мужа какого-то понимания, да? Так, я хочу жить и ждать, спокойно жить и ждать появления нашего ребенка. А как ребенок, мой мужа, угрожает вашему спокойствию? Меня очень устраивало, когда он просто ездил 11 недель с ним гулять, и таким образом этот ребенок существовал параллельно нашей семье. Нет, так не может быть. Это уход в иллюзии. Это опять же механизм защиты. Есть какой-то раздражающий фактор, вы предпочитаете на него закрывать глаза. Предпочитаете делать вид, как будто его нет. И болезненно реагируете на то, когда он вторгается в вашу картину мира. То есть это, опять же, опять же, это механизмы, идущие из детства. Кто-то в детстве либо научил, либо простимулировал вас уходить от проблем в иллюзии. Вопрос в то и почему. И когда. Вот вы когда, знаете, вы когда испытываете ревность, да? Вот вы попробуйте почувствовать свое состояние телесное. Что напряжено? Какая часть тела напряжена? У вас. И вспомните, когда это имело место быть впервые. Вы увидите для себя какие-то новые вещи. Дальше. Дальше. Значит, вы пишите, что вам нравилось, когда муж ездил один раз в неделю с ним гулять. Ребенка не осуждал. Это означает, что ребенка, своего мужа вы не принимаете. Это означает, что вы не принимаете и мужа целиком. А это означает, что муж ваш, для вас определенное средство для достижения цели. Что, по крайней мере, укладывается в единую, как бы, цепочку с тем, что ваши отношения развивались очень быстро. Вопрос. Что мешает принять мужа целиком вместе с ребенком, потому что ребенок сейчас мужа. И для чего вам он нужен. И в чем угрозу вы сейчас чувствуете. Угрозу какой цели, угрозу выполнения какой задачи вы сейчас увидите для себя в этом ребенке. Понимаете ли вы, что, по сути, вы навязываете ему свое решение того, как он должен видеться с ребенком, что является неприемлемым. И понимаете ли вы, что подобная ситуация, когда ребенок мужа существует где-то там, параллельно, без вашего его принятия, обязательно для мужа. Для вашего мужа означает, ну, в общем-то, не очень хорошее проявление именно ваше. Это его ребенок, это его плод и кровь, и вы его не принимаете, вы относитесь к нему негативно, а значит, вы относитесь негативно и к мужу. Дальше, теперь мой муж хочет больше времени проводить с ним, а я к этому пока не готова. Почему не готова? Хотите ли вы быть готовы с ним? Вы вообще чего хотите, Ирина, для себя в этой ситуации? Знаете, я не собираюсь вас учить. Да, я не собираюсь вас наставлять. Но вы не написали, чего вы хотите? Вы не озвучиваете, чего вы хотите. Что вам хочется? Хочется, чтобы муж вел себя иначе. Это одно. Хочется, чтобы ревности не было, это другое. Но в зависимости от того, чего вы хотите, и работа будет разная. Понимаете? В первом случае, если вы хотите, чтобы муж перестал видеться с ребенком, или чтобы вы не чувствовали себя на втором месте. Ну просто вот вы говорите, что я не чувствую, что я на первом месте для мужа. Я хочу, чтобы он мне больше внимания уделял, да, например. Его нужно стимулировать к этому. Нужно стимулировать мужа, чтобы он больше уделял внимание вам. Если вам не нравится, что он тратит больше на ребенка своего, и вы прям вот хотите, чтобы он больше тратил на вас. Именно такое ваше желание. Требуется. Да, к чему это приведет, это вопрос отдельный, но какие желания, какие результаты. Какие цели, какие следствия. Это нужно понимать. И если вы хотите, чтобы ревности не было. Если вы понимаете, что это нормально, что мужчина хочет проводить больше времени со своим ребенком. Если у вас в глубине души, у самой есть понимание того, что это правильно, значит что-то мешает. И это что-то идет из детства. Из вашего детства. Из ваших представлений о себе. И с этим нужно разбираться. Но пока вы не определите то, чего вы хотите. Пока вы не увидите то, что вам самой нужно. Психолог вам не поможет. По крайней мере, на данном этапе. Потому что даже компромисс можно истолковать двояко. И вот эта двусмысленность, двусмысленность, скорее всего, есть в вашей жизни. Скорее всего, эта двусмысленность обусловлена тем, что ваши родители не были с вами честны. До конца. Полностью. Вот и вопрос возникает тогда. Почему они не были честны? Как вы воспринимали их нечестность, если она была? Понимаете? Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Помните, что вы беременны и переживать, волноваться вам нельзя. Очень сильно вредит ребенку. Помните, что ревность отравляет вашего ребенка уже сейчас. Если вы хотите, чтобы ребенок был счастливым, чтобы у него все было хорошо, то вы припримите меры для того, чтобы от ревности избавиться. По крайней мере, на уровне эмоций. И если готовы, то работайте с психологом. Если не готовы, то уже после беременности тогда. Вот. Пожалуйста, помните это. Помните, что каждый ваш шаг, каждое ваше поведение, любое поведение, любая эмоция влияет на ребенка и определяет его дальнейшее существование. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Удачи!